Юля стояла на краю обрыва и смотрела вниз. Где-то внизу была старая каменоломня и огромные валуны напоминали о том времени, когда здесь велись масштабные работы. Теперь поселок жил спокойной жизнью. Не слышался грохот падающих камней и гул погрузчиков и самосвалов. Но в этот вечер Юля пришла сюда для другого. Она хотела навсегда забыть о той боли, которую ей причинили люди. И вот когда оставалось сделать всего один шаг, рядом раздался старческий голос. Там змеи. Что-что? Обернулась девушка и увидела старика с нависшими на глаза бровями. Змеи говорю там. Много? Клубятся. Ты еще умереть не успеешь, а они уже начнут шипеть, ползать по тебе кусать. Жуть. Фу, Юля отступила назад и посмотрела на старика. А вы откуда знаете? А что же тут удивительного? Я все знаю и места эти вдоль и поперек тоже. Ты что не слышала, что про меня рассказывают? Я дед Архип, сторожил местный. Слухов много обо мне ходит. И колдуном называют. И сумасшедшим, кто во что гораст. А мне и дела мало. Живу себе и живу. Давно только. Уставать стал уже. А ты что же это? Нажилась? Нажилась. Юля с ненавистью посмотрела в сторону села. Предали меня дедушка. Да крови душу ободрали. Значит, парень загулял. Не парень, а муж. Год уже вместе. И не просто загулял, а с моей сестрой. Представляете? Как так можно? И мама умерла, не перенесла. Одна я осталась. Как жить теперь? Молодая ты вот и удивляешься всему. Жизни ты еще не видела, а то даже на обрыв прибежала. Сердито стал выговаривать старик. По виду тебе и тридцати еще нету. А ты о таком помыслила. Ну изменил он тебе и что? Значит, скажи спасибо ему, что быстро показал себя. А ну как бы ребеночек у тебя от него был, а он тогда гулять начал. Или есть дети? Нету вздохнула Юля. Будут? И очень скоро. А мать умерла. Это горе. Но так положено. Рано или поздно родители умирают. Ты вот взрослая, а подумай, сколько детей без родителей остаются. Вот мой внучок Ванятка. Ему всего-то 9 лет, а папки с мамкой нету. Вот и живет в моей лачуге, которая вот-вот завалится. А что делать? Жить-то надо. Или нам с ним тоже с обрыва прыгать? Ну не знаю, у вас все так просто. А что тут сложного? Да если бы все, кому изменили, топились да вешались. По земле всего тысяч пять людей бродило бы, друг с другом никогда не встретившись. В деревню Юля возвращалась спокойно, но чем ближе подходила к дому, тем больше рос в горле тяжелый неприятный комок. Вновь захлестнули ее воспоминания о потерянном счастье, а может его счастья не было. Юля работала медсестрой в небольшой районной больнице, жила на съемной квартире и считала себя самой настоящей неудачницей. Особой красотой она не отличалась, обладала обычной заурядной внешностью и потому стеснялась ходить на какие-то вечеринки и праздничные гуляния, и практически не выходила из дома, кроме как на работу или по делам. Такой она стала не сразу, было в ее жизни и другое время, когда она умела и любила смеяться и верила в любовь. Но первый же парень, которому она доверилась, уже через месяц стал встречаться с другой девушкой, открыто насмехаясь при этом над Юлей. Андрей, как ты мог? Рыдая, спросила она предателя. А что ты хотела? Ты себя в зеркало видела? Зачем ты приходил ко мне? Зачем врал? От скуки. Да еще вот ее позлить хотелось, обнимал свою красивую спутницу Андрей. Был потом у Юли еще один поклонник. Только оказалось, что он женат, и когда супруга выгнала его за вечное безделье, попытался найти новую женщину, чтобы она ухаживала за ним. Очень быстро Юля поняла это и тоже выставила Альфонса за дверь. Но с того времени она замкнулась в себе и вообще ни с кем не хотела общаться. Время шло, Юля была молодая и хотела любить, а потому поверила мужичине еще раз. И не обманулась в своих ожиданиях. Сергей перевелся к ним в больницу из областного центра. Что-то у него там не заладилось с главврачом, и тот быстро решил вопрос с трудоустройством Сергея. Много раз Юля попадала с Сережей в ночную смену, и как-то легко они сдружились. А однажды проснулись вместе в Юлиной квартире. Со страхом девушка ждала, когда Сережа проснется. Гадала, что же он ей скажет. Боялась, что разочарованно проститься с ней и уйдет. Но он только крепко обнял ее, поцеловал и спросил, что она привыкла есть на завтрак. Когда как рассмеялась Юля. «Но ты скажи, что тебе приготовить, и я все сделаю». «Ну уж нет, мадам, отдыхайте, я все сделаю сам». И пока Юля, не веря своему счастью, нежилась в постели, приготовил и принес ей завтрак. А вечером пригласил девушку в ресторан, и там сделал ей предложение. «Я согласна», – улыбнулась Юля. «Только, пожалуйста, давай не будем делать свадьбу. Просто распишемся и все». «Ну хорошо», – согласился Сергей. «Но как же белое платье и все такое? Все девушки мечтают об этом. Мне уже не 18, Сережа, и я мечтаю о другом. Я хочу тихого семейного счастья, уюта в доме детей». «Значит, мне повезло с тобой. Я тоже об этом мечтаю». Первый год замужества Юля стал для нее самым счастливым в жизни. Она искренне любила своего мужа и старалась угодить ему во всем. Сережа ценил это и тоже старался радовать жену цветами и другими знаками внимания. Жизнь шла своим чередом. Но однажды Юля позвонила мать и попросила ее приехать. «Я сильно болеть стала, доченька, сердце пошаливает. Боюсь, что долго не протяну. С тобой повидаться хочу». «Ну почему говоришь об этом только сейчас? Почему раньше молчала? Ведь я всегда спрашивала и верила твоим словам, что все хорошо, и Алиска от меня получит», – возмущалась Юля. «Хоть бы позвонила, что ты болеешь». Алиска тяжело вздохнула мать. «Алиска, нет, Юля, твоя сестра на тебя совсем не похожа. Она думает только о себе и любит только себя». С того дня, как она развелась с Артемом, она как с цепи сорвалась. Злющая стала, на себя не похожа. Даже проведать не приходит. «Мам, ну ее можно понять. Она осталась одна, с полугодовалым ребенком. Сына Артем забрал, не оставил ей. Ох, Юлечка, приезжай поскорее». Вечером Юля рассказала об этом разговоре Сергею, и он взял жену за руку. «Тебе нужно ехать. Мама, это Святора. Поезжай. С Валерием Ивановичем я договорюсь. Тем более, что скоро должен быть отпуск и у тебя, и у меня. Поэтому главный против не будет. А я примерно через недельку к тебе присоединюсь. Ты говорила, у вас там рыбалка хорошая. Река. Да. И река, и озеро есть. Красота. Великолепный получится отпуск. Знаешь, я всегда мечтал пожить в деревне. Это же такой кайф. Ага, ты так говоришь. Потому что никогда в деревне не жил. Жил только недолго. У деда, пока он живой был. В общем, мне тоже есть что вспомнить. А потому завтра же поезжай. А я прямо сейчас позвоню Иванычу и обо всем договорюсь. Юля поцеловала мужа и пошла собираться. Мать и сестра встретили Юлю радушно. Расспросом, разговором и воспоминанием не было конца. Но сидя за накрытым столом, она видела, как плохо стала выглядеть мама. За то время, что они не виделись, она сильно постарела на 10 лет. А вот младшая сестра напротив расцвела. Алиса всегда была привлекательной. Теперь же, когда стала молодой женщиной, превратилась в настоящую красавицу. Почему ты развелась? Спросила ее Юля. Ты же так любила Артема. Любила-разлюбила. Разные мы. Я и не думала, что 5 лет между мужем и женой это целая пропасть. Он как старик, всегда и всем недоволен. Но я тоже старше тебя на 5 лет. И что? Разве я старуха? Ну не знаю, как там у тебя. А Артем убил меня своим занудством и правильностью. Просто задушил требованиями. Я и то должна это. Заколебал просто. А сын? Он тебя тоже заколебал. Это моя месть Артему. Он думал, что уйдет вот просто так, встал и вышел. А я ему бах и выдала. Малого тоже забирай. Он так и сел. А что думал? Что я буду одинокой мамкой найти клянчить у него алименты? А он себе новую семью заведет. Как бы не так. Вот пусть теперь помучается. А я поживу. Да и то сказать, кому я нужна буду с прицепом. Да как ты смеешь так говорить о сыне? Господи, Юля, хоть ты ей скажи. Не надо. Не надо учить меня жизни. Я и без вас ученая. Хватит. Выросла уже. Раскричалась Алиса и вскочила, уронив стул. Надоели вы мне все до чертиков. В город уеду. Дом продам и уеду. Так это не твой дом. Его Артем купил вам, снова сказала мать. А ты мужика из него выгнала вместе с сыном. А теперь и дом продашь. А если они вернутся? Не вернутся? Артем на родину уехал, в свой Мухадранск. Вот там пусть и живет. Все, я ушла, а то разругаемся вдрызг. Юля посмотрела ей вслед, потом повернулась к матери. Ну что с ней происходит? Ох и не спрашивай. Такая стала, что просто оторви и выбрось. А как начнешь ей что-нибудь говорить? Не то, что как ешь, а прямо как дикобраз иголки выставляет. Горе горькое мне с ней. Мама, а может, все-таки согласишься переехать к нам? Будешь у меня всегда на глазах. Я заботиться о тебе буду. И Сережа у меня очень хороший. Нет, доченька, не надо. Живите сами. А я тут доживать буду. Здесь и родители мои жили, и отец ваш. И земля тут родная, тихая да спокойная. А там у вас город. Суета. Не говори мне про переезд. Ни за что не соглашусь. Ох, мама. Юля обняла старушку и долго еще сидела с ней, успокаивая и обещая, что все будет хорошо. Через неделю, как и обещал, приехал Сергей. Он был в восторге от деревеньки, природы, чистого воздуха. Вместе они ходили купаться и загорать. Собирали в лесу грибы и ягоды. Часто к ним присоединялась и Алиса. Сергей словно вернулся в юность, и Юля только смеялась, глядя на то, как муж, подружившись с соседом-стариком, в очередной раз собирается с ним на ночную рыбалку. Отпуск подходил к концу. Юля была довольна. Сергей привез нужные лекарства, и теперь мама выглядела значительно лучше. Повеселела, у нее появился аппетит. Она даже поправилась. Вечерами Юля выходила с ней на прогулку. Они медленно выходили за деревню, огибали небольшое озеро и с другой стороны деревни выходили к своему дому. Иногда к ним присоединялся и Сергей. Но в тот вечер он пошел к Алисе, ей нужно было помочь с ремонтом крана, и Юля, возвращаясь с прогулки, предложила маме зайти за ним к Алисе. Уже темнело, когда женщины подошли к ее дому и вошли без стука. Юля хотела позвать сестру, но вдруг замерла и прислушалась, а потом толкнула дверь в спальню. То, что она увидела, ошеломила, убила, уничтожила ее. Весь мир в одно мгновение провалился у ее ног в пропасть. Алиса и Сергей были в постели и так увлеклись друг другом, что не сразу заметили стоявшую в дверях Юлю. За ее спиной показалась мать. Старушка, вскрикнув, бросилась на Алису, но не сделала и двух шагов, как рухнула на пол, стягивая с кровати покрывало, за которое успела ухватиться. Юля бросилась к ней и тоже закричала. Мама, в последний раз взглянув на нее, закрыла глаза. Все, что происходило потом, Юля плохо запомнила. Приезжала скорая, маму в тяжелом состоянии забрали в больницу, Юля поехала с ней. Но помочь женщине врачи так и не смогли. Под утро она умерла, так и не придя в сознание. Потом Юля занималась похоронами. Решив все вопросы и понимая, что ничего больше не сможет сделать с пропастью, разорвавшей ее душу, Юля пошла к обрыву, который находился далеко за деревней. И если бы не дед Архип, здесь бы и оборвалась ее жизнь. Но старик сумел затеплить какой-то малюсенький огонек на дне души Юли, и она, бережно поддерживая его крохотное пламя, вернулась домой, навела в нем порядок и снова принялась готовиться к поминальному девятому дню. Все это время она не подпускала к себе Алису и Сергея тот через несколько дней, так и не добившись от Юли ни слова и даже не догадываясь, что она едва не оборвала из-за него свою жизнь, уехал домой. Когда туда вернулась и Юля, Сергей спал на диване, вокруг были разбросаны пустые бутылки из-под водки. Юля стала собирать вещи, не обращая на него внимания, но он проснулся сам и, увидев жену, упал перед ней на колени. «Прости, я виноват. Не знаю, что на меня нашло. Прости, прости, пожалуйста. Не надо, Сережа», впервые за долгое время сказала ему Юля. Словами ничего не исправить. Я больше тебе не верю и не поверю никогда. Она ушла, тихо закрыв за собой дверь, а он так и остался стоять на коленях, с мольбой протягивая руки в пустоту. Через неделю Сергей привел себя и квартиру в порядок, он все-таки надеялся, что пройдет время и Юля вернется к нему, забыв обиды. И он не должен встретить ее спившимся и опустившимся человеком. Тем более, что завтра уже нужно было выходить на работу. Звонок в дверь заставил Сергея подскочить. Он рванул ее на себя в надежде, что это пришла Юля, но на пороге стояла Алиса. Она улыбалась. За ее спиной виднелись две большие сумки. Сережа, это я. Прости, что под вечер. Раньше были дела. Ну что ты так и будешь держать меня здесь? Что тебе надо? Сумрачно взглянув на женщину, спросил Сергей. Я свой дом продала. Теперь у меня много денег. Хотела и материн продать, но Юлька Гадина переписала его на какого-то мальчишку Ваньку и его деда Архипа. Она сама их в дом привела, представляешь. Мать-то завещание на нее оставила. Вот сестрица и распорядилась. Нет бы мне помочь. Ну конечно, она же мне за тебя так отомстила. И дед тот радуется, ходит, благодарит ее. Смотреть противно. Вот я и приехала к тебе насовсем. Юлька же бросила тебя. Пошла вон. Все, что хотела, ты уже получила. Что тебе еще надо? Я? Виновата только я. А ты не при чем? Я тоже виноват. Но это ты обхаживала меня весь месяц. Ты добивалась, лезла ко мне в штаны. Я не устоял. Один раз не устоял и теперь проклинаю себя за это. Юлька настоящий человек, а ты дешевка. И на этой дешевке я разменялся. Зачем ты приехала? Занять место сестры. Не будет этого. Уходи. Ночь на дворе. Куда я пойду? Пусти хоть на ночь. Нет. Отрезал Сергей и закрыл дверь. Алиса еще несколько раз звонила, стучала, потом забрала сумки и рыдая вышла на улицу. Немного посидев, она пошла искать гостиницу, где могла бы остановиться на первое время. А Юлю в это время поезд уносил в далекий край, туда, где она надеялась начать новую жизнь. Прошло пять лет. Юля жила в небольшом городке, снимая маленькую, но уютную квартирку. Работала медсестрой в местной больнице. Прошлое никак не напоминало о себе, и Юля этому была очень рада. Одно только мучило ее, ей очень хотелось детей. Вспомнился Ванятка, внук деда Архипа. Он так восторженно бегал по дому, все рассматривал, трогал, смеялся. А Архип, не веря в свое счастье, только и повторял. Да как же это? Да ты что, дочка? Да как же это? А Юля улыбалась и обнимала старика, пока приглашенный юрист оформлял все документы. Юля, вспомнив об этом, снова тепло улыбнулась и тут же поймала на себе взгляд чужого мальчика. Ему было не больше пяти лет. Она стояла на остановке и ждала свой автобус, а он сидел на старенькой качеле и прижимал к себе котенка. Юля постояла немного, потом шагнула к ребенку. Привет, сказала она. Меня Юля зовут, а тебя? Владик. А это Тишка. Мальчик помолчал и вдруг добавил. Ты когда улыбаешься, очень красивая, как мама. Юля смутилась. Спасибо тебе, Владик. А где твоя мама? Не знаю. У меня ее никогда не было. Я с папой живу. Вон мой подъезд. А где папа? Скоро приедет. Он на работе. А меня с соседкой оставляет. А вечером я всегда прихожу сюда и жду его. Он на автобусе приезжает с работы. И мы идем домой. Ты хочешь есть? Спросила Юля. Очень. Но без папы я не ем. Мы вместе едим. Папа вчера варил суп. Мы бедные и у нас только суп и картошка жареная. Папа не любит, когда я так говорю. Но я уже большой и знаю, что мы бедные. А зато, когда я вырасту, я заработаю много денег. И куплю папе все. И конфет, и колбасы, и всего-всего. Тут подошел автобус, и мальчишка вскочил, насторожившись, как зайчик, а потом бросился навстречу мужчине на костылях. Папа! Папа! Юля посмотрела на него и оторопела. Артем? Артем! Так это ты. А это Владик. Это же наш Владик. Артем смутился. Он никак не ожидал увидеть здесь сестру своей бывшей жены Алисы. Юля, неожиданно. Извини, но мы пойдем. И не говори сестре. Они ушли, а Юля растерянно посмотрела им вслед. Она поняла, почему Артем был не рад ее увидеть и решила расставить все по своим местам. А потому на следующий день взяла выходной и быстро отыскала Владика. Он и в самом деле был у соседки и обрадовался, когда Юля забрала его, объяснив женщине, что они не чужие. До вечера Юля наводила в холостяцкой квартире Артема порядок и готовила обед, а Владик ей помогал. Потом они вместе встретили Артема и Юля попросила выслушать ее. Артем вздохнул и согласился. Но когда они пришли к нему домой, от изумления открыл рот. Такого он не ожидал. Владик радостно смотрел на отца и хлопал в ладоши, а когда наевшись и наигравшись новыми игрушками, он уснул. Юля и Артем разговаривали. Юля рассказала все о себе, и он только качал головой, а потом вздохнул. Я не сразу понял, какая Алиса на самом деле. Вечерами думал, что она за матерью ухаживает, а она по мужикам бегала. Когда я ее застал с одним, его избил, а она прикрылась ребенком. Владике полгода было всего. Я забрал его и уже уходил с ним, когда она крикнула, что нагуляла его. Так что Влад не от меня. Но я все равно его ей не оставил. Что она могла ему дать? Приехал сюда, устроился на работу. Влад с няней был, тогда у меня еще были деньги. А потом вот нога стала болеть, старый перелом воспалился. Боюсь, как бы не ампутировали. Что говорят врачи? Тревожно спросила Юля. Руками разводят. Это плохие врачи. Мы найдем тебе хороших. С того дня Юля осталась у Влада, ухаживала за неожиданно обретенной семьей, добивалась направления Артема в столичную клинику. Владика устроила в детский сад. И однажды ночью сама пришла к Артему. Через полгода они всей семьей приехали в Москву и сняли жилье рядом с клиникой. Юля добилась своего, и Артема стали готовить к операции. Юля стояла в коридоре, когда ее кто-то взял за руку. Это был Сергей. Юленька, я знал, что встречу тебя. Прости, я все еще тебя жду и люблю. Я здесь главврач. Устрою тебя к себе. Юля, возвращайся. Хочешь, я встану на колени? Юля посмотрела на Артема, который, опираясь на костыли, стоял возле процедурной. Подошла к нему и, прижавшись к его плечу, взглянула на бывшего мужа. Нет, Сережа. Я люблю другого. У нас есть сын, и скоро будет еще один. Любимая моя. Воскликнул Артем. Да, родной. Я беременна. А это тебе подарок. Тест ДНК. Ты отец Влада. Я была уверена в этом, ведь вы так похожи. Но решила сделать тебе сюрприз. А получилось даже два. Через неделю Артему сделали операцию, гарантируя, что он будет ходить без костылей. А спустя три месяца счастливое семейство покидало больницу. У окна в своем кабинете стоял Сергей и с тоской смотрел им вслед. Он сейчас бы все отдал, чтобы вернуть время назад. Но так сложилось и так, наверное, должно было сложиться. Юля же была счастлива и благодарна человеку, который когда-то давно сильно напугал ее змеем и не дал лишиться жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова